Всем здравствуйте! Сегодня у нас рыбалка 24 декабря. Вы видите, выпало очень много снега. К сожалению, речка будет грязной и поэтому сегодня у нас, скорее всего, поймать что-то не получится. И поэтому я просто вам расскажу, как правильно кидать в маленькой речке, какие забросы должны быть наиболее точные и куда вы должны их сделать, чтобы вероятность поклевки у вас была очень высокая. Ну вот мы и пришли к речке. Как вы видите, речка сегодня у нас грязная, поэтому, скорее всего, рыбалки не получится, потому что рыба не видит приманку в воде. И я сегодня вам расскажу, как правильно бросать из-за кустов, в каких местах надо особо уделить внимание, потому что там может стоять голавль. И, конечно же, как правильно себя вести на речке, когда у вас, например, или нету сапогов. Ну и во второй случае, как у меня, когда есть сапоги. Вот одно из самых типичных мест на речке. Это вот такая ямка. Здесь примерно глубина метра два с половиной три, то есть для этой речки это очень глубоко, если здесь в среднем глубина, ну, около метра. То есть, если бы вода была бы чистая, здесь конституруется рыба, особенно на вот этих заворотках. Вот, видите, то есть здесь заворотки. Здесь конституруется рыба. Если вы станете с противоположного берега и будете обкидывать вот эти места какими-то воблерами, которые маленькие, но сильно заглубляющие, или блеснами, например, у фирмы Мэпс, то у вас сто процентов должна быть поклевка. Сейчас мы пройдем дальше и расскажу вам, какие дальше есть места. Ну, второе типичное место, это когда из ямы происходит вывод воды, и оно выходит на менее глубокое место, то есть такой небольшой перекатик, и опять потом заворот в яму. То есть, когда рыба осталась здесь, она выходит на течение, когда уже потеплело, чтобы кормиться. Если вы с того берега начнете таким апстримом прокидывать этот берег, то есть вы кидаете, воблер падает, и вы даете ему чуть-чуть сплавиться. Он сплавляется, если голавль здесь стоит, он им заинтересовывается, начинает атаковать. И потом вы можете, например, снизу чуть-чуть бросать вверх, чтобы могли взять рыбу, которая идет по течению, и, конечно же, ее поймать. Ну, а дальше места вообще супер идеальные, давайте пройдем и на них. Ну все, мы приближаемся к тому месту, где сейчас мы соберем свои снасти и начнем рыбачить. Я вам покажу, как забрасывать, где, в каких местах лучше, и вы увидите просто офигенное место. Это я приготовил вам как сюрприз. Поэтому пошлите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Самое лучшее прокидывать все вот такие места, идя против течения. Не по течению, а против. Потому что тогда ваша приманка не так сильно сносится, и вы можете контролировать ее игру. Давайте посмотрим, как это должно выглядеть. Мы забрасываем вон туда. Идеально забросили ход. Начинаем вести. Может получиться так, что мы вдруг почувствуем, что не контролируем приманку, так как течение очень сильное. Тогда мы просто ускоряем рывки катушки и приманку выводим. Также вы можете почувствовать, если, например, вода не сильно светлая, какая глубина. То есть, вот, например, в середине я чувствую, что глубина довольно хорошая. Но уже под конец воблер начинает отстукивать. Например, этот воблер с заглублением от 0,7 до 1,5 метра, и он начинает просто тупо отстукивать. Теперь, например, если вот здесь какой-то большой куст, и нам надо прокинуть туда. То есть, мы должны вот так прокинуть и провести вдоль течения. То есть, мы берем... Первый способ – это маятник. Мы вот так раскачиваем приманку, потом отпускаем и кидаем. Проводим. Получаем это. Все, есть. Это первый способ. Второй способ – это когда у нас вообще очень мало места. То есть, мы не имеем права даже раскачивать, потому что с этой стороны ветки, с этой стороны ветки. Или наоборот. Много веток, но вот так, если мы удочку протянем, то мы можем что-то делать. То есть, мы вот так удочку протягиваем. Так вот, и большим рубком закидываем прям вот в деревце. Место, то есть, у вас с этой стороны кусты. Я как бы перешел на другое место, менее такое бурлистое. Но вот здесь вот эта зона, она полностью покрыта коряжником. Поэтому я вам покажу, как вам сейчас надо это проходить. То есть, вы вот так за куста забрасываете вот так. Есть, забросили, да? Вот так вот ведете сверху. Сверху ведете, ведете, ведете. Вот когда вы впадаете в эту зону, вы должны вот удочку как можно поднять выше. Чтобы пройти сверху всех этих вот зарослей и оставить приманку нормальной. Если вы сделаете, например, так, что вы вот так забрасываете. Отлично, заброс вот прям под тот берег, да? В начале можно, конечно, чуть его притопить, чтобы она ушла. Но если вы вдруг вот так начнете вести, вот как вы обычно ведете, да? И у вас коряжник. Опа! Ну, как бы тут сейчас небольшой был зацеп. Ну, а так у вас по вероятности вы просто сильно зацепите приманку и ее потеряете. Так как сейчас каждая приманка стоит примерно от 500 рублей, то это будет вам жалко. Поэтому в данных местах, конечно, шанс поймать рыбу большой. Потому что эти места коряжники, там рыба концентрируется, она чувствует себя в защите. Но процентов 80, что вы с первого заброса потеряете приманку. Поэтому не рискуйте, забрасывайте боковой заброс, хопа. Вначале можно чуть-чуть ее притопить, чтобы вдруг она из глубины вытащила рыбу. А потом вот сверху и начинаете вести. Хоп-хоп-хоп-хоп. И вот так вот. Вот это место, которое как бы я называл сюрпризом. То есть как оно выглядит зимой? Вы видели, как оно выглядит осенью, поздней. То есть сейчас вода чуть-чуть поднялась, но водопад будет чуть-чуть красивый. Но место очень реально крутое. Потому что здесь глубина около 2-3 метров. Руба здесь в большом количестве, как, переменился. Если мы облавливаем эти места, то мы начинаем с ближнего, а потом укидываем в дальние. Которое очень интересное с точки зрения ловли, это вот такие вот поворотики. То есть где вы имеете большое количество кустов, коряжников всяческих, и такой заворот. То есть в завороте может быть и большая глубина, и маленькая. Ну, не знаю, полтора метра это уже достаточно для какой-то более-менее хорошей рыбы. Но вот в этих вот закоряжников, если вы будете с той стороны вот под них кидать, и чуть-чуть сплавлять воблер вниз, то у вас есть возможность выцепить какого-нибудь крупного головля, который сидит под берегом. И даже иногда, если вам, конечно, повезет, в нашей речке не встречал, но в таких речках, в глубоких местах, ходится щука. Потому что почему бы ей не водиться, ее никто не тревожит, малька много. В общем, вот так вот. Ну что, подведем итоги. Чем отличается зимняя рыбалка от летней? Первое. У вас мало времени. Примерно с 11 часов до 3 часов это самое лучшее время для рыбалки. Уже потеплело, рыба более-менее активная, и солнце в зените. То есть, когда уже вечереет, леска начинает обмерзать, становится холодно, и вам неприятно рыбачить. Во-вторых, зимняя рыбалка, она более такая пассивная. То есть, вы должны приманки выполнять, которые меньше двигаются, какие-то такие проводки очень необычные по сравнению с летними. Вы не должны очень быстро везти, потому что рыба это не замечает. Ну а так, конечно, рыбак не должен забывать даже зимой о рыбалке, потому что это те ощущения, которые остаются с нами на всю жизнь, непередаваемого удовольствия. Ну, в общем, всем удачи, пока! Вот и все. Наше путешествие заканчивается к концу. Спасибо. Спасибо.